Продолжение следует... Или остались собой, принимая время, место, обстоятельства. Главное не остановиться сегодня, чтобы стать сильнее завтра. И знать, мы вместе. И это все меняет. 30 лет. Ваш Газпромбанк. Продолжение следует... Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас сегодня на нашем круглом столе, посвященном развитию медицинской промышленности в эпоху пандемии. На сегодняшний день у нас в аудитории Тарасенко Ольга Владимировна. Она у нас будет представлять Росздравнадзор, докладывать Гольберг Станислав Ароныч. Это московский кластер медицинской промышленности, Екатеринбургский кластер медицинской промышленности и Санкт-Петербургский кластер медицинской промышленности. Всего это 400 производителей медпрома. И мы считаем, что именно в этой аудитории мы можем с достоинством обсуждать все, что касается медицинской промышленности, потому что это реальные производители, и их 400. Я очень кратенько хочу вам напомнить ту работу, которую мы провели с кластером Санкт-Петербурга при содействии Комитета промышленности Санкт-Петербурга Ситова Александра Николаевича. Мы готовили некий концепт, каким образом на сегодняшний день можно ускорить освоение рынка российскими производителями. Для этого мы вот этот концепт транслировали нашему правительству Санкт-Петербурга. Сейчас я кратко повторю то, чего мы, собственно, хотели сказать. Я, коллеги, презентацию хочу. Презентация. Ага. Да, так вот. Что-то она не переключается. Еще раз. Так вот, это назад, назад. Вот такая у нас история с нашим рынком. В 2017 году на производителей Российской Федерации приходилось 19% рынка. Минпромторг поставил плановые показатели, по освоению 40% рынка российскими производителями с 2017 по 2020 год. К большому сожалению, эти показатели не удалось освоить. И на 2020 год с 19% российские производители с боем продвинулись на 21%. На сегодняшний день мы на этом 21% зафиксировались и пока никуда продвижения, собственно, нет. Следующие планы Минпромторга к 2025 году освоить на российских производителей 60% рынка. И к 2030 году 90% рынка Минпромторг предполагает, что это будет, так сказать, продукция российских производителей. Нам очень сложно комментировать такие планы Минпромторга, поскольку предыдущие планы не были освоены. И мы для того, чтобы упростить процесс, просто предлагаем некую отсечку 40% при государственных закупках в Российской Федерации. Собственно говоря, опыт такой есть, я об этом скажу позже. Мы хотели бы, чтобы этот опыт был учтен при государственных закупках в дальнейшем. И вот эти 40% они не с белого листа, а действительно необходимо, конечно, под него аналогичный перечень, чтобы это была продукция качественная, чтобы эти производители покрывали потребности рынка. Но такой опыт есть, и сейчас мы о нем поговорим. Это единственный удачный опыт на сегодняшний день. Это 102-е постановление, 3-е лишний. Оно работает, оно было принято в 2017 году, Владимир Владимирович Путин, в 15 феврале. Оно заработало, не сразу, но все-таки заработало. Оно действительно помогает. На сегодняшний день экспертное сообщество российских производителей считает это эффективным инструментом поддержки. Вот этот опыт можно было бы использовать при определении отсечки 40% российских производителей при закупке, чтобы был создан подобный же перечень, чтобы этот перечень содержал качественную продукцию, покрывающую рынок. И в принципе с этим можно работать. Также мы предлагаем расширить перечень к 102-му по постановлению российскими производителями. Потому что он был на каком-то моменте заморожен, зафиксирован. Туда очень сложно сейчас вводить новые позиции. Поэтому мы предлагаем существенно расширить перечень к 102-му и упростить процедуру. Для этого можно использовать как раз экспертные площадки, такие как кластеры, для того, чтобы определять возможности вхождения в данный перечень. По Минпромторгу мы тоже хотели бы определить возможности софинансирования, субсидирования неокров и окров. На сегодняшний день, к сожалению, они рассчитаны на субъекты крупного предпринимательства. И мы предлагаем все-таки расширить параметры финансирования показателей предприятий МСП. Тогда можно было бы и поддерживать МСП включительно. На сегодняшний день практически такой инструмент для МСП отсутствует. По контрольно-надзорным органам тоже хотелось бы обратить внимание. Правительство города и страны на то, что на сегодняшний день и количество проверок, и документы оборот к подобным проверкам контрольно-надзорных органах не отличаются от предприятия МСП, в котором 5 человек сотрудников, и от крупного предприятия, в котором 5000 человек сотрудников. Надо учитывать, что в МСП нет такой ни финансовой, ни инфраструктурной возможности работать с контрольно-надзорными органами, так же, как предприятию с 5000 сотрудниками. Мы об этом говорим очень давно. Эта проблема давно назрела, и ее тоже надо, собственно, решать. Теперь по государственной поддержке. Наш город уникальный совершенно, потому что именно в нем существует реальная программа поддержки своих производителей МСП по закупке продукции предприятий для нуждного хранения города. Эта программа дает 68% экономию бюджета за счет импортозамещения бюджета города. Эта программа дает кратчайший доступ инноваций в клиническую практику, очень эффективный инструмент поддержки и внедрения инноватики в клиническую практику. Мы предлагаем расширить положительный опыт Санкт-Петербурга на регионы страны, использовать региональные кластеры как экспертные площадки для определения потребностей регионов в медицинских изделиях, выпускаемых российскими производителями. И обращаем ваше внимание, что на данный момент опыт Санкт-Петербурга учен в стратегии роста аналитического центра при правительстве РФ. И мы думаем, что вот тут может быть некая связка правительства РФ и правительства Санкт-Петербурга, имеющего такой положительный опыт, и такую программу можно было бы сделать. Это был бы действительно большой шаг в поддержке собственного производителя. Особенно хотелось бы отметить, что в эпоху пандемии мы поняли, насколько важно опираться на своего производителя, насколько это опасно, когда поток изделий из-за рубежа в любой момент может прекратиться. И для безопасности страны, конечно, необходимо поддерживать и разбивать собственных производителей. Не на словах, а на деле. Дело мы предлагаем. Наши предложения хотелось бы, чтобы были услышаны. Теперь по законодательным инициативам. Сейчас, конечно, наибольшую беспокойность у производителей Российской Федерации как раз занимает тема перехода на систему сертификации по ЯЭК, 46-е постановление. И вот мы стараемся и прилагаем максимум усилий, чтобы будущее законодательства, 46-е, было бы оптимальным. Оно, конечно, должно учитывать качество. Это даже не обсуждается. Мы все по 20 лет на производстве медицинской техники. Мы абсолютно понимаем, что такое качество и в России, и за рубежом. Но хочу отметить, что наш кластер на сегодняшний день экспортирует продукцию в 102 страны мира. Уверяю вас, уважаемые коллеги, никогда бы СЕ и ФДА не получили бы, во-первых, с плохим качеством наши партнеры. А тем более, даже имея эти сертификаты, никто бы не стал их закупать с плохим качеством за рубежом. Даже в Северной Америке, в Европе и так далее. Поэтому работаем в этом направлении. Как раз следующий докладчик будет говорить о новациях в области законодательных инициатив. И все желающие, коллеги, обращая внимательно, смогут задать вопросы в чате. Вы будете задавать вопросы в чате. Алена Петкова будет это фиксировать. И мы сможем эти вопросы передать докладчикам. Что касается работы нашего кластера в эпоху пандемии. На сегодняшний день у нас 18 позиций на борьбу с ковидом. Хотела бы обратить особое внимание, что на сегодняшний день мы выпускаем 45 тонн в сутки дезинфицирующих средств. Это очень неплохая цифра. 4 миллиона масок в месяц. Извините. 4 миллиона масок в месяц. Это у нас несколько площадок по выпуску масок в кластере. Бахилы 3 миллиона. Костюмы 900 тысяч. Это неплохие цифры. Также обратите внимание, что наши коллеги запустили тесты на иммуноглобулины, GGMG. Соответственно, G я еще не вижу, но это на перспективу. То есть это очень хорошо. И 500 тестов в месяц наши коллеги уже выпускают. Мы их инициируем на то, чтобы это было миллион. Но вот 500 тысяч тоже уже неплохо. Это в Петербурге. Это наши производители. Я хотела бы сказать о новациях в области ковида. К большому сожалению, это заболевание, оно, как выяснилось у нас на экране, гистограммы со всех континентов мира. Что они показывают? Гистологии. К сожалению, это, конечно, уже посмертные в большей части гистологии. И они показывают затрамбированность периферического микроциркуляторного русла тканевого кровотока. Дисфункцию эндотелия, который, к сожалению, это нозология, которая в патогенезе лежит. Дисфункция эндотелия и деструкция полная периферического кровоснабжения. С этого это заболевание начинается, этим это заболевание заканчивается. И именно в этом направлении, к сожалению, в мировой практике никаких средств лечения дисфункции эндотелия нет. И периферического кровоснабжения не так много вазоактивных препаратов. Соответственно, для того, чтобы контролировать этот процесс, нужны инновационные средства. Потому что именно в этом и заключается патогенез этого заболевания. И именно на этот аспект надо уделять наибольшее внимание. На сегодняшний день мы ведем работу с Первым медицинским институтом. Новейшие системы диагностики периферического кровоснабжения, на которых очень четко видна и вазоконстрикция, и спазмирование микроциркуляторного русла, которые дают возможность на ранней стадии купировать подобные процессы. Потому что мы четко видим, когда идет ухудшение, а еще клинических проявлений нет. И мы можем разгонять периферическое кровоснабжение. Также в условиях реанимации мы можем подбирать дозировки препаратов для того, чтобы выводить пациентов, практически спасать пациентов на этапе уже интенсивной терапии и реанимации. Вот этот процесс идет. Это уникальнейшая технология. С академиком Полушиным Сергеем Юрьевичем мы плотно на эту тему работаем. И я надеюсь, что подобная методика выйдет из нашего города. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, как вы все знаете, у нас не очень все хорошо и по смертности, и по количеству. Мы далеко, к сожалению, лидируем. Это не очень хорошая история. Но мы надеемся, что ситуация будет выправляться. И какой-то свет в конце туннеля в этом направлении есть. В общем-то, все, что касается кластера, я сказала. Я очень прошу наших коллег, если возникли вопросы к моей краткой презентации, хотя мы это все обсуждали с нашим кластером, но не с Екатеринбургом, а с Москвой, задавать вопросы в чате. Алена будет их фиксировать. И дальше мы идем по программе мероприятия. Дальше у нас Ольга Тарасенко. Ольга Анатольевна, она вам расскажет о новациях в области законодательных инициатив по 46-му и по 14-му закону. Мы вас очень внимательно слушаем, приветствуем вас, Ольга Анатольевна. Очень рада вас видеть. Доброе утро. Доброе утро. в развитии регуляторики, переобращения на культуры именно в эпоху ковида. И поэтому моя презентация, она тоже такая локальная, но это как матрица того, что мы можем и в каком направлении мы можем в виде капитализации. Потому что мы много обсуждаем, мы все решаем, по сравнению с 46-м решением, есть все нюансы, которые мы сегодня видим, и то, что мы уже отработали, я об этом поговорю, и я знаю о том, что регуляторика в этом направлении как активно-незапросто не зависит от того, что он для правопроизма за локу с точной борьбы с новой коронавирусной депутатой. Когда читала правду о том, о чем вы говорили, недостатки, в медицинской депутаты, в первую очередь, если человек в этой территории не отказал его, или для борьбы с новой коронавирусной депутатой, и вышла по созданию медицинской переносной бюджетной, введенную перечень включу это изменение в основных средствах. И там введено понятие перечня, в отношении которых есть особый территорный проект. При следующем кодеку, это однократная регистрация в отношении одного минувального медицинского, и все, что необходимо сделать на первом этапе производителя, это подготовить шагу с действительностью и законодательством и эксплуатационную и техническую документацию. И на основании того, где документы, документы, которые подается в розыграб на зон, розыграб на зон, если имеется влече данной документации, выдает регистрационное удостоверение, обращение на регистрационное удостоверение с установленного образца, все финансы и единственные, что требованы. Что производитель обязан, что не превышает 150 рабочих денег. Работает здесь, что это практически вычеркнет. У него есть для того, чтобы пройти процедуру и специальные медицинские институты, как это установлено. То есть, примеряется техническая, институтационная документация, что это принцип, цифровой технической, психологической специальности. 150 рабочих денег. И в данном вопросе нюансы, он заключается в том, что если это изменение одноразовое, то, что определено просто, если же, если, допустим, производитель, что ему не отходили, он специальные костюмы, то они будут подлежать 100 раз их можно перспирать, перезинфицировать и так далее, то вот эта процедура, что раз перспирать, сто раз перезинфицировать, она принимает достаточно отгрызие. И поэтому эти тоже, если вы хотите, они должны быть в процессе лаборатории, в связи с использованными акциями о том, что именно в той же процедуре процесса лаборатории, либо когда испытательные лаборатории, а в данном случае это строго лаборатории федерального государства бюджета, если не вести растительные научные и исключательные институты, то вы будете... Продолжение следует... 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 о том, просьбе разрешения на вот такой продукт, это не следует. Что еще тоже важно? О том, что выявитель, независимым от того, за какой силой он может работать в мировой индустрии, он обязан в течение трех работников, хотя бы в Российской Федерации, предоставить перечень среды, которые указаны в приложении данного федерации, именно в течение трех работников, в формном отделе. И я хотела бы обратить внимание, что, если с тем, что мы будем об этом говорить, то разрешено обращение на рынки, не зарегистрировано одноразово, которые внесены в данный перечень, и при условии, если они зарегистрированы на территории Российской Федерации, то на территории страны, которая производит и выпуска данной продукции. То есть наш потребитель должен знать, в первую законодательство, в той стране, которая производит, и с другой стороны, не сопряждающие документы. К сожалению, мы видим о том, что, допустим, в течение китайского производителя, часть продуктов, в том числе кластиков, китайский, в этом диагнозе производится не как в этой инфекции. Регулятория по той стране, она не включает ряд инфекции, как и с инфекций, и так далее, именно в порядке в этой инфекции. Поэтому в этом случае мы с этим делаем на то, что в этой инфекции. Вместе с тем, данные продукты, в этой инфекции, в этой инфекции, как и в этой инфекции. Это корректно существующее, поэтому, с моей точки зрения, если в Росздравнадзору есть возможность направить в такой документ, то публикация таких документов должна составляться как подтвердение того, что это произведено, произведено для медицинских целей, произведено на предприятие, которое подпускает 313.8 и всем комплектом документов, которые идут в Росздравнадзор, это должно составляться в нашем полнице, в нашем обеспечении на Росздравнадзору, в другом этапе, что еще очень важно, что регистрационное удостоверение в нашей росздравнадзору, оно не ограничено строку действий и в настоящее время, до 21 декабря, уже будет, и в обязательное требование, что в неминовании росздравнадзору появится труп сельсия, номер всей росздравнадзору, и в настоящее время росздравнадзору, это приводит. То есть это очень ключевое, потому что это даже не требовало замены, это изменение лекарственного изменения и дополнительного приведения специальности. Такая ситуация только вот для этих 15 тысяч рублей, как и люди, это аппарат действия для росздравнадзора. Вместе с тем, если для росздравнадзора для других, то есть это не предполагает, но для росздравнадзора для росздравнадзора, то не проводится и специально межсиление с подъемом. И поэтому мне предполагает возможность именно расширять применование за этих причин и новых годов. Так что очень важно, что производители должны знать, что эти причины многоразов уже использовали, не зарегистрированные соответствующие документы после 1 января 22 года, то есть это неотказано, либо вывести, либо вывести, либо вывести соответствующие документы, которые не проданы. То есть заканчиваем иметься для продаж, что они конкурсируют и вывести, либо вывести, либо вывести, либо вывести первую миссию. А что тоже необходимо будет, сказать, росздравнадзора. Год 430, как работает данное общественное время. Например, это все эти качества инфекционных безопасности. Здесь нужно узнать, что эти качества инфекционных безопасности проводятся напрямую и дополнительно вам передачи документов росздравнадзора, то есть проведение испытания и организации, в том числе и так, которые проводятся в специальной реконструкции, имеют возможность перебить экспертизу конкретных безопасностей. В данном случае эксперты видят конкретно медицинское изделие, сокращающий срок экспертизы за счет того, что иметь передачи в росздравнадзора, в росздравнадзора в эту протезону, и передачи экспертизы, только в эти толка, когда принимают решение о том, что данное дело может быть, и что оно не может быть. Решение о инфекционных транспорте принимает росздравнадзора. Поэтому по 450-му постановению исчезли на углу стройки, и на протезонах проведение с экспертизацией и безопасности. Здесь все изделия проходят в один этап. Как изделия для третьего класса, и для первого класса. Но что вообще не пошло в России от меня? Что по данному постановению это как применение из 130 тысячи положительных в республике, остальные либо не проводили специальности в республике, либо в сфере не проводили самым необходимым минимальным набором средствами, которые предъявили в республике, либо были другие причины, которые связаны с тем, что производительные имеют право, обладаемое поисковым транспортом предполагаются в продаже людей различных в республике. И еще остальные статьи в республике, потому что система есть в основном для того, чтобы отходить для хозяйства. Ну, по-моему, 80-60 лет типовые программы время испытаний это причем очень рад для тех, даже для аппаратов и специалистов для тех. Поэтому данная для работы максимальной модели она вполне могла быть важной и регуляторных действий, которые проводятся как в рамках депутатской регистрации, так и в рамках регистрации в рамках и в рамках и в рамках и в рамках в рамках и в рамках и в рамках надзором в области законодательства и в яэке и в гильотине и находим понимание, когда представители Росздравнадзора осознают, что мы, в частности наш кластер и я стоим на двух позициях. Стоим и со стороны государства, абсолютно понимая, что качество это основа и оно должно быть соблюдено и безопасность наших граждан должна быть соблюдена с точки зрения применения тех медицинских изделий, которые мы все выпускаем. И в то же время законодательная база должна дать возможность их просто-напросто выпускать, чтобы это работало в две стороны. И мы были услышаны, я очень благодарна Росздравнадзору, что мы теперь вместе работаем и друг друга понимаем. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас мы Станислава Ароныча послушаем. Уже нет, да? А вот как бы очень хотелось его услышать. Давайте тогда, раз Крупицкий у нас на месте. Да, на месте. На месте, да? Вот фотография. Крупицкий у нас на месте. Дмитрий Евгеньевич. Да, Дмитрий Евгеньевич. И тогда он нам расскажет о своих достижениях в области выпуска изделий для борьбы с ковидом. Пока мы найдем Станислава Ароныча. Найдем. 10-14, Он уже, значит, отключился. Угу. 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 Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Дмитрий Крупицкий. Я, собственно, генеральный директор группы компании «МедиТек» «Знамя труда». Наша компания основана в 2008 году и на сегодняшний день штат компании составляет более тысячи человек. У нас очень разнообразные и разносторонние сферы деятельности. Ввиду того, что, скажем так, форум инновационный, мы находимся в состоянии пандемии, мы хотели бы рассказать о своих достижениях в этой сфере. Надо сказать, что мы работаем в сфере эпидемиологической безопасности уже более 10 лет. С 2008 года мы разработали, запатентовали линейку уникального оборудования для переработки отходов, которая называется Балтнер. Но все мы понимаем, что медицинские отходы, они всегда являются опасными для населения в пандемии. Особенно ввиду того, что многие лечебные учреждения перепрофилируются под ковид. Соответственно, все отходы данных лечебных учреждений являются инфекционными, то есть класса В. И, как следствие, они по закону не могут быть вывезены из стационара, а должны быть переработаны на местах их образования. И, как следствие, наше оборудование, которое и так было, в общем-то, занимало лидирующие позиции в России, на сегодняшний день стало особенно востребованным, так как как раз наши установки обеспечивают переработку медицинских отходов в местах их образования, то есть децентрализованным способом. На сегодняшний день в России поставлено более 5000 единиц нашего оборудования. И, в общем-то, таким образом достигается, во-первых, эпидемиологическая безопасность населения, во-вторых, значительно экономятся бюджетные средства, так как стоимость вывоза медицинских отходов составляет в среднем по стране от 50 до 150 рублей в разных регионах. Таким образом, окупаемость оборудования у нас составляет меньше года. То есть у нас есть установки совсем бюджетные, скажем так, для небольших лечебных учреждений от 400 тысяч рублей стоимости, и для крупных стационаров, и даже для центров переработки медицинских отходов, которые стоят уже несколько миллионов рублей. Наша технология имеет европейские CE-сертификаты, то есть мы экспортируем наши установки за рубеж. И, в общем-то, вот эта вот платформа, этот плацдарм дал нам возможность двигаться дальше в части дезинфекции и стерилизации, и борьбы, в частности, с коронавирусом. И на сегодняшний день мы разработали и производим уникальную установку для дезинфекции воздуха и поверхности в помещениях, которые называются BALSTER. В чем уникальность данной установки? Установка предназначена для создания в воздухе виролицидной концентрации перекиселодорога. То есть применение данной установки необходимо, я могу сказать, в местах большого скопления людей. Это могут быть элементы транспортной инфраструктуры, транспорт, вагоны метро, поезда и так далее. Значит, метод, который используется в данной установке, направлен на деструкцию S-белков, обеспечивающих возможность заражения коронавирусом. То есть S-белков, он расположен на окончании лучей короны, чрезвычайно чувствительный к любому окисляющему агенту. В качестве такого окисляющего в нашей установке используется стабилизированная перекись водорода. Она испаряется, соответственно, поддерживается концентрация частиц перекиси водорода в воздухе, и таким образом обеспечивается его дезинфекция и дезинфекция всей их поверхности. На сегодняшний день проведены исследования вне гриппа и получены результаты, которые говорят о стопроцентном уничтожении коронавируса как в воздухе, так и на поверхностях. Мы использовали практически все поверхности. Это и пластик, и дерево, и металл, в общем, все, которые существуют. И у нас показало данное исследование стопроцентный результат. Вообще, основные преимущества данного метода, который получил свое такое обширное применение еще в моменты теракта в Гонконге при обработке пассажирского пространства вагона. На официальном сайте правительства США метод перекисной дезинфекции стоит на первом месте как наиболее эффективный против коронавируса. Вообще, надо сказать, что перекись водорода, она, как известно, разлагается сама на воду и кислород. Пары перекиси в воздухе не являются градионной средой, не влияют на работу электронных устройств и различных сетей инженерных. Пары, также перекись водорода, надо сказать, что они проникают вовсюду. Это и замкнутые полости, и недоступные для аэрозольных стерилиантов мест и пространства. В отличие от четвертичных солей аммония, альдегидов, используемых как основные компоненты практически всех аэрозольных составов, пары перекиси водорода, гарантированно приводят к гибели виркуса. Остаточная перекись водорода не является аллергеном и не имеет запаха. То есть установка, она на самом деле уникальна не только в масштабах нашей страны, но и в масштабах мировых, и имеет значительный экспортный потенциал. Мы хотелось бы получить некую поддержку со стороны Росздравнадзора, потому что мы неоднократно обращались с возможностью ускоренной регистрации столь востребованного оборудования, но, в общем-то, не нашли, к сожалению, поддержки, потому что данное оборудование не входит в перечень изделий медназначения, которые подходят под ускоренную регистрацию. Поэтому мы начали процесс стандартный, но, к сожалению, видим, что это занимает, в общем-то, порядка года. Что хотелось бы сказать также по поводу нашего вклада в борьбу с коронавирусом. Значит, мы производим средства индивидуальной защиты. В общем-то, в этом инновации особо никакой нету, но мы пошли дальше. То есть все средства нашей индивидуальной защиты, а это маски, бахилы, халаты, комбинезоны, костюмы, они зарегистрированы в Дравнодзоре. И хотелось бы остановиться на способах производства, которые являются инновационными. В свое время, это было порядка года назад, мы заказали линию для производства масок из Китая. Ну, скажем так, у нас пришли какие-то части, мягко сказать, несовместимые друг с другом. Значит, ну, за полгода мы, можно сказать, перебрали это оборудование на 100%. Вот до того, что мы сделали собственный ультразвуковой испаиватель. Потому как китайские, в общем-то, они непригодны для серийного производства. Они выходят из строя, постоянно греются и так далее. Таким образом, мы перебрали полностью китайское оборудование на 100%. Перебрав китайское оборудование, мы, в общем-то, сделали свои собственные чертежи. И на сегодняшний день мы начали производство собственных линий для производства масок. Значит, ну, наши линии работают круглосуточно. Объем производства 100 тысяч масок в сутки. В общем-то, таким, может быть, несколько нестандартным способом мы открыли для себя достаточно инновационную нишу и востребованную в России. Потому как оборудование для производства масок российские производители мне неизвестно. Что касается бахил. В общем-то, бахилы мы тоже начали традиционно производить. Но впоследствии мы оптимизировали эту технологию и сделали полуавтоматические станки для производства бахил методом испаивания. Ввиду того, что мы освоили технологию ультразвука для производства средств индивидуальной защиты, на сегодняшний день мы разработали станок, который полностью в автоматическом режиме производит бахил. Также мы производим халаты и комбинезоны и костюмы. Что касается халатов, халаты мы также производим полуавтоматическим способом. Это тоже некоторая новизна, потому как, в общем-то, в основном халаты шьют. Мы же придумали столы определенные, которые под лекало запаивают халаты. Это полуавтоматическое оборудование, но, тем не менее, оно значительно снижает и себестоимость процесса, и время его производства. Что касается комбинезонов и костюмов, то здесь у нас достаточно стандартный процесс. Мы открыли швейные цеха. Здесь особо говорить нечего, то есть новизны особой какой-то нету. Но мы на сегодняшний день потребляем порядка 5-6 тонн спонбонда. Это материал, который используется в производстве средственной защиты в сутки. И с учетом того, что сейчас достаточно непросто найти тот объем, который нам требуется, и цена, надо сказать, на этот товар очень сильно возрастает. Мы пришли к пониманию создать вертикально интегрированную компанию по производству средств индивидуальной защиты. В чем это выражается и в чем новизна? В России я не слышал, чтобы были подобные компании. Впрочем, как в мире тоже. Инновация заключается в том, что вообще в процессе производства СИЗов существует глобально три стадии. Первое – это производство полипропиленовых гранул, это нефтехимическое производство. Второе – это из полипропиленовых гранул производство спонбонда, производство ткани. И третье – это уже из ткани производство непосредственно средств индивидуальной защиты. Ну, соответственно, обрезки данной ткани возможно опять переработать в гранулы и так далее. То есть этот процесс можно замкнуть. Соответственно, мы сейчас работаем в третьей плоскости, в последней – это непосредственно в производстве средств индивидуальной защиты из ткани. На сегодняшний день мы находимся в процессе создания вертикально интегрированного производства, То есть мы закупаем оборудование для производства полипропиленовых гранул и оборудование, которое из полипропиленовых гранул производит спанбонд. Таким образом мы сможем замкнуть производственную цепочку от начала и до конца. Мощность оборудования нашего, которое будет производить ткань, составляет 7-8 тонн в сутки. То есть в принципе это как раз тот объем, который мы перерабатываем сейчас. Что мы этим достигнем? Во-первых, это значительное снижение себестоимости изделий и, конечно, значительное повышение экспортного потенциала России и производимой в России продукции, так как за рубежом я подобных производств не знаю. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо. Вот видите, уважаемые коллеги, как полезно встречаться. Мы видим, что у нас в кластере есть свое производство СИЗов. Практически мы большей частью покрываем наш регион. У нас есть свои средства уничтожения медицинских отходов и много что есть. И самое главное, что мы услышали радостную новость, самая, так сказать, болезненная точка в производстве масок и СИЗов. Это был спамбонд, которым, собственно говоря, очень нормировано уже государство, так сказать, распределяло каким-то образом между производителями. И если на нашей территории в Санкт-Петербурге будет производство спамбонда, то мы уже закроем многие проблемы, которые есть на сегодняшний день в стране в целом. Вот такие у нас достойнейшие производители. Ну, что у нас сейчас по плану? У нас... Можно Изумруд или... Изумруд выступает. Есть у нас на связи Изумруд? Да, Владимир Евгеньевич. Владимир Евгеньевич, тоже очень... Пять минут у вас, очень достойное предприятие. Хочу прокомментировать. Все-таки молодцы. С 10 тонн в день развили производство на 45 тонн в день дезинфицирующих растворов. Есть возможность, так сказать, поставлять цистернами дезинфицирующие растворы. И у меня была такая мечта. Я себе представляла, что по Невскому проспекту едут машины и поливают вашим раствором. И мы идем, и все в безопасности, и прохожих тоже заодно. Все будем дезинфицированы. Но вот такое у нас есть предприятие достойнейшее. Оно экспортирует за рубеж свою продукцию. Также выпускает установки. Но лучше, конечно, расскажет сам производитель. Слушаем вас. Спасибо большое за представление. Уважаемые коллеги, добрый день. Меня зовут Владимир Виноградов. Я являюсь генеральным декором компании «Научно-производственное предприятие». Коротко о нас. Наше предприятие было основано в 2001 году. И в течение 19 лет мы разрабатываем и производим оборудование по технологии электроактивации водных и старых растворов ЭХАР. Мы производим и ионизаторы воды, и фитры для воды, медицинскую технику для установки АКВЭХА для получения дезрастворов на месте применения, а также дезрастворы под маркой АКВЭХА и кожный антисептик АКВЭХАМЕТ. За эти годы мы экспортируем продукцию в более чем 10 стран мира, в том числе в США, страны Евросоюза, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. За эти годы было произведено и поставлено нашим предприятием большое количество установок АКВЭХА в больницы, поликлиники Санкт-Петербурга, России и зарубеж. Технология удобна, проста, позволяет получать безопасные и эффективные дезрастворы на месте использования. Большой интерес к технологии проявили страны Евросоюза, и в 2007 году мы выиграли грант Королевства Испании и открыли дочерние предприятия в городе Жирона, в Каталонии. И совместно с Жиронским университетом провели исследования, подтвердили эффективность и безопасность технологий, а также начали продвижение оборудования и технологий в Евросоюзе. В 2015 году оборудование и технология была зарегистрирована в Европейском коммуническом агентстве, и мы получили разрешение на продажу неиспользованного оборудования на рынке Европейского Союза. С 2004 года мы постоянно развиваем линейку своей продукции и начали вводить на рынок кожный десептик и две средства Аквайхамед. За это время были проведены всесторонние исследования эффективности и безопасности раствора в различных учреждениях в России, такие как Академия ветеринарной медицины Санкт-Петербурга, Университет имени Мещенникова, Институт за рубежом в США, в Дании, в Германии. Мы получили все разрешающие документы и зарегистрировали растворы в Роспотребнадзоры. Начали производство десерствора в городе Пушкин. Что отличает на сегодня раствор Аквайхамед от других подобных продуктов? Раствор безопасен для человека, может применяться в аэрозоле, в присутствии людей. Это эффективный и безопасный кожный десептик, справляется с любыми вирусами, бактериями, грибами, в том числе и с COVID-19. То есть мы в России не смогли найти лабораторию, которая бы подтвердила эффективность раствора против COVID-19. Но наши партнеры в Дании и в Германии проверили тесты и доказали очень высокую эффективность раствора против COVID-19. Особенно в аэрозольном применении. Работа в условиях пандемии. То есть весной этого года, когда началась пандемия, мы имели продукт, имели все разрешающие документы. Но начался настолько ажиотажный спрос, что, в общем-то, мы не справлялись с производством, не могли удовлетворить спрос. Производство работало круглосуточно. То есть не хватало тары, сырья, производства их на шестей, складов. Все запасы складские опустили. Пастерщики и комплектующие тоже не были готовы в России к такой ситуации. То есть пришлось срочно искать выход. За полтора месяца мы нашли новые площадки, сделали ремонт. Смогли найти новых площадков тары и сырья. Расширили и увеличили производство для растворов и кожных и септиков до 45 тонн в сутки. То есть спрос был удовлетворен. Производство другого оборудования, как фильтры для воды и установки для получения дезрастворов, тоже удалось наладить в течение трех месяцев, так как поставки запчастей, комплектующих из рубежа и в России были прерваны и восстановились только в течение трех месяцев. То есть сейчас сегодня. Сегодня дезраствор от ВЭХ Медзо закрепленовал себя как надежное средство дезинфекции ситуации в пандемии. Он используется так медсчуждениями, так и другими предприятиями, частными лицами для обработки рук, поверхностей, а также для обработки воздуха, что очень важно. Так как вирус передается воздушно-капельным путем, как известно. По данным испытаний наших партнеров с рубежом, вдыхание раствора АКВЭХа в виде аэрозоля значительно облегчает течение болезни и ускоряет выздоровление пациентов. Так, например, в отделении больниц регулярно с самого начала эпидемии распаляют раствор от ВЭХ в виде тумана. Врачи не болеют COVID-19. Сейчас мы можем удовлетворить любые потребности в дезрастворах и кожных антисептиках. После весны, в условиях пандемии, спрос стал намного ниже, так как появилась большая конкуренция. Очень много предприятий начали производство дезрастворов из различных видов сырья и различных модификаций. Но что мы смогли достичь в это сложное время? Мы расширили рынки сбыта продукции, как в России, так и за рубежом. Увеличивает линейка продукции. Мы сейчас можем производить установки уже более тысячи литров в час из раствора на весе поменения. Эти установки востребованы в основном в Евросоюзе и в США на данный момент. Спрос на эти установки идет из этих стран. В России на сегодня больше спрос идет на готовый раствор. Мы вывели на рынок кабины дезинкционные. И сегодня растворы технологии КВК успешно борются с пандемией во всем мире. По эффективности, безопасности и экономичности на сегодня это, пожалуй, дезинкционный номер один в мире. И хотелось бы, чтобы его огромный потенциал как можно полнее реализовался. И это поможет становить эпидемию и сохранить здоровье и жизнь людей. Спасибо большое. Вы большие молодцы. У нас, к сожалению, мы не могли предоставить слово всем. У нас все-таки 18 позиций выпускаются по ковиду. Но самых достойных мы выбрали. И вот сейчас у нас будет выступать наш коллега Ильин Александрович, именно один из достойнейших производителей нашего региона. И он расскажет о новациях в области борьбы с ковидом. Презентацию можно запустить? Добрый день, уважаемые коллеги. Пока запускают презентацию, я позволю себе маленькое лирическое отступление. Мы с вами дружно сегодня слушаем друг друга. Но мы Марину Борисовну не поздравили с днем рождения. Поэтому я поздравляю Марину с днем рождения. Желаю ей здоровья, чтобы она про ковид слышала исключительно в рамках развития промышленности, не более того. И чтобы оставалась у нас такой же энергичной, и также продвигала все те идеи, которые помогают отечественным производителям двигаться. Поэтому всем предлагаю в чате присоединиться к этим поздравлениям и написать все, что вы думаете по этому поводу. Наша дискуссия станет более содержательной. Петербургская промышленность откликнулась не только вопросами ДСРЭЦ, не только средствами индивидуальной защиты, но и в сложных медицинских изделиях тоже появились очень интересные вещи. Что выяснилось? Сейчас мы поговорим о вопросе компьютерной томографии. Все мы слышим о том, что сегодня очередь на компьютерную томографию. Давайте посмотрим, как выглядит ситуация в стране. Следующий, пожалуйста. А, понял, это у меня. На какую кнопочку? А, вот, зелененькая. И подождать, да, надо пока это происходит? Вот. Смотрите, у нас с вами карта. Карта Российской Федерации. И на этой карте мы на каждом федеральном округе видим некие три цифры. Значит, что это за три цифры? Давайте поймем. У нас есть две принципиально разных истории. Одна история – это уровень оснащенности компьютерными томографами столичных городов. А вторая история – это то, что происходит у нас в стране за пределами столичных городов. То есть, понятно, что если мы говорим, допустим, там, Республика Башкирия, то есть Уфа и есть, значит, еще там много разных районов и так далее. Мы понимаем, что есть 3320 стационаров, я подчеркиваю, именно стационаров, которые находятся за пределами столичных городов. И в этой 3320 стационаров находится всего 619 компьютерных томографов, 53% из которых имеют возраст старше 5 лет. Соответственно, даже если мы предположим, что с этими все будет хорошо, а мы, к сожалению, увидим каждый день, что не все хорошо, и эти маломощные компьютерные томографы, установленные несколько лет назад, они выходят каждый день из строя, то мы увидим, что есть 2700 единиц стационаров, в которых просто компьютерных томографов нет. Значит, давайте посмотрим, как ситуация выглядит с распределением по федеральным округам. Так как Дальневосточный федеральный округ, он у нас лучше всего виден, то на его примере прокомментируем значение цифр, которые указаны. То есть, мы видим, что есть 219. 219 – это число таких стационаров, которые находятся за пределами столичных городов в Дальневосточном федеральном округе. 49 – это мы видим, что 49 компьютерных томографов приходится на эти 219 стационаров в Дальневосточном федеральном округе. И зададимся вопросом, можно ли сделать так, чтобы вдруг разово 2700 компьютерных томографов кто-то закупил? Ну, ответ очевиден, невозможно, просто потому что, даже если так пофантазировать и сказать, что это будет миллиардов 130-150 в деньгах, начиная с того, что их никто не выделит, заканчивая тем, что невозможно столько кабинетов одновременно спроектировать, подготовить по всей стране. Ну и вся мировая промышленность производит порядка 5-6 тысяч компьютерных томографов в год по всему миру. То есть, понятно, что даже вдруг мы выделили деньги, то мировая промышленность не в состоянии откликнуться на такой большой спрос. Соответственно, решение было найдено с тем, что можно ставить некие модульные компьютерные томографы, которые регионы будут устанавливать в те места, где, собственно, сегодня наиболее горячо. Если говорить про идеальную модель управленческую, то мы бы, конечно, рассуждали уровнем федерального округа, забывая на некоторое время о вопросах бюджетного законодательства и того, каким образом с одного баланса передавать изделие на другой. Понятно, что если каждый регион это будет решать у себя самостоятельно, то это гораздо сложнее, потому что региону отдельному нужно будет больше единиц оборудования. Но даже когда мы посчитали на уровне федеральных округов, то мы получили 195 единиц модульных компьютерных томографов, в которых есть потребность. И понимаем, что на эту потребность тоже сегодня денег пока что не выделяется. Давайте посмотрим, как выглядит сам по себе модуль, о чем мы ведем дискуссию. Вот так выглядит сам модуль. Это такая конструкция размером 3,5 на 12 копейками. Которая приезжает на низкорамном тралле, разгружается краном и в течение дня, в который приехала машина, вы уже можете начинать работать. Значит, данный модуль имеет все необходимые разрешения Роспотребнадзора. В нем установлено оборудование, зарегистрированное в установленном порядке. И здесь, собственно, отечественные производители предложили максимальное количество инноваций, которые могут быть и которые сосредоточились в этом изделии. По сути, мы можем оперативно организовать работу кабинета компьютерной томографии, нарасти диагностические мощности. И также здесь реализован очень важный элемент. Мы полностью исключили риск инфицирования за счет отсутствия контакта пациентов и медперсонала. Один из основных вопросов, который присутствовал, с которым сталкивались и продолжают сталкиваться в обычных стационарах, что обычный кабинет компьютерной томографии, обычная стандартная планировка сделана так, что пациент заходит через пультовую, он заходит в то помещение, где находится рентген-лаборант, тот его регистрирует и берет дальше за руку и ведет в кабинет компьютерной томографии. Потом через это же помещение он уходит. Соответственно, если вы посмотрите на данный слайд, то вы увидите, что на нем выделены две зоны, зеленая и красная. Зеленая зона с правой части, это треть данного слайда, и с левой стороны красная зона, две трети. Соответственно, персонал медицинский у нас находится в зеленой зоне, и он не соприкасается с нашими пациентами. Каким образом организована работа? Пациент заходит, с левой стороны мы видим стрелочку, где написано внизу «вход для пациентов». Это у нас лазерный указ, когда можно нажимать и что-то было. Коллеги тоже это видят? Не, не видят, понятно. Внизу мы видим первую стрелочку «вход для пациентов». Пациент заходит через эту дверь. С левой стороны есть еще отдельный вход для маломобильных групп населения, чтобы все пациенты без исключения могли сюда попасть. И здесь у нас пациент раздевается. После того, как мы видим шкафчики такие посередине, прямо вот напротив стрелочки, установлены шкафчики, в которые разделся пациент. И потом он попадает у нас в процедурную. После того, как в процедурной проведено исследование, здесь установлено много видеокамер, аудиосвязь, через которую рентген-лаборант с ним связывается. И тот медицинский персонал, который сопровождает пациента, помогает ему, собственно, лечь в компьютерный томограф и принять нужное для диагностики положение. Потом пациент приходит в следующую часть, которая над стрелочкой «выход для пациентов». Если вы видите, то помещения, которые комната для переодевания и наверху комната для переодевания, они соединены между шкафчиком. С одной стороны пациент одежду вешает, когда он раздевается, с другой забирает, когда он одевается. Что нам дала такая логистика? Такая логистика нам дала возможность, пропускную способность данного модуля сделать 12 человек в час. Обычный кабинет в стационаре сегодня пропускает 3-4 человека в час. Есть, скажем так, некоторое количество чемпионов. Это в основном среди нескольких частных центров и нескольких московских центров государственных, в которых государственные учреждения умудряются пропускать тоже 10-12 человек в час, организовав определенным образом у себя логистику. Мы в несколько раз увеличили пропускную способность, тем самым сокращая очереди скорых помощей и те же самые скорые помощи. За счет того, что они в 3-4 раза меньше стоят в очереди, они успевают, соответственно, в 3-4 раза больше приехать к пациентам. И пациенту не нужно ждать много часов, к нему скорая может приехать гораздо быстрее. Но есть еще второй момент, про который мы тоже подумали и который мы проанализировали. Мы, к сожалению или к счастью, не увидим этого нигде в официальной статистике, но давайте задумаемся, как выглядит картина в КТ-исследовании. Мы с вами пришли сделать исследование на компьютерном томографе. Персонал, который работает в кабинете, изначально считает нас условно-ковидным пациентом, потому что защититься от нас он никак не может, он должен понимать, что мы имеем риск. Соответственно, допустим, зашел один пациент, который реально с ковидом в активной фазе. Он зашел, неважно, в раздевалку или в процедурную, или он одевается. Он покашлял, он чихнул, и он распылил, собственно, вирус в воздухе. Следом за ним пришел через несколько минут пациент, который, как оказывается, был здоровым, но при этом он был направлен по каким-то подозрениям на проведение компьютерной томографии. Он вдохнул все то, что выкошлял предыдущий, и, что характерно, получил результат, что у него все здорово, он абсолютно здоров, радостный, пришел домой, и через неделю почему-то у него все началось. Соответственно, здесь мы предусмотрели полностью купирование данного риска. Что мы сделали? Мы сделали умную систему дезинфекции и полную систему обмена воздуха. Каждое из помещений, которое называется комната переодевания, процедурная и еще одна комната переодевания, как только пациент уходит из этого помещения и переходит в следующее, проходит полную дезинфекцию. Это тоже разработка наших петербургских коллег. Создан и раствор, и специальная установка по распылению, которая распыляет сухой туман диоксида хлора в воздухе. Подобраны определенные режимы, которые за несколько секунд убивают все то, что есть в этом помещении. И так как у нас время между пациентами очень небольшое, то для того, чтобы полностью убрать пары и сухую звезди оксида хлора из воздуха, мы полностью меняем воздух в помещении. И независимо от того, на улице у нас сильный минус, сильный плюс, у нас пациент заходит в помещение, заданное согласно санитарным нормам и правилам температуру, и он полностью, собственно, проходит безопасное исследование. В результате мы с вами имеем перед глазами решение, которое дает возможность полностью безопасно, полностью эффективно и надежно проводить исследования и обеспечить наше население, собственно, самым быстрым и удобным способом проведения компьютерной томографии. Более того, петербургская промышленность запустила серийное производство данных изделий, и сегодня они начинают от того, что есть еще в наличии, еще не все проданные, и также они, в общем, присутствуют, возможность их поставки с довольно короткими сроками. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, что чат у нас заполнился поздравлениями, Марина, с днем рождения. Марина, еще раз с днем рождения тебя. Спасибо большое, коллеги. Вот на сегодняшний день мы на себе опробовали все прелести дистанционных круглых столов. Мы, может быть, не очень хорошо слышали Ольгу Анатольевну, зато мы очень хорошо слышали нашу коллегу Александра и очень серьезная, как сказать, продвижка, потому что очень много, к сожалению, фиксируется уже по статистике заражения именно на стадии компьютерной томографии. Вот если этот узел удалось развязать, это большая победа. Спасибо большое. Александру и всем людям, которые работают с ним. По поводу все-таки Росздравнадзора. Мы прекрасно знаем, что вы все очень ждали выступления Росздравнадзора. Не так часто напрямую дается с ним общаться. Поэтому, поскольку связь с Ольгой Анатольевной не очень налажена, у нас предложение. Значит, вы пересылайте в чат все вопросы. Лучше прямо на почту Алене Петковой. И мы все Ольге Анатольевне переправим. Она ответит, и мы прямо на сайте кластера ее ответы вывесим или к каждому из вас перешлем. В принципе, как хотите. То есть мы все ваши вопросы транслируем Ольге Анатольевне. Она ответит, и мы их транслируем вам, потому что вот видите, что со связью творится. Здесь Станислав Оронович не смог. В общем, Москва, чувствуется, Александр, чего-то у нас отключается. Как-то не сильно хорошо со связью именно с Москвой. Вот Екатеринбург, по-моему, нас слышит хорошо. Вот у нас наши коллеги из Екатеринбурга нам уже прислали это сообщение. Ну что ж. Да, еще коллеги, вот наши кластерные производители пишут, что система не дает отправлять вопросы. Коллеги, давайте не будем мучиться. Вы прекрасно знаете наш сайт. Отправляйте на сайт кластера все вопросы на почту Алене, и мы вам ответим. То есть все, что касается... Ольга Ивановна, она ответит вам, присылайте вопросы прямо на почту кластера, и тогда не будет проблем. У нас сегодня фейерверк с точки зрения высоких технологий и коммуникации. Мы вот это все на себе прочувствовали. Но ничего страшного. Я желаю всем нашим предприятиям, во-первых, здоровья. Во-вторых, у меня все-таки предложения подобные, круглые столы продолжить. И следующий форум у нас будет 6 декабря, и мы предоставим слово гораздо большему количеству производителей, чтобы вас слышали в эту эпоху, чтобы вы не отрывались и все-таки как-то популяризировались, так как все остальные каналы закрываются. Следующий форум 6-го мы пригласим гораздо больше производителей. Здоровья вам, успехов в работе. От вас сейчас зависит очень многое. Здоровье населения города и страны. Мы на вас очень рассчитываем. Всего вам доброго. Изменились ли мы? Стали другими? Или остались собой? Принимая время, место, обстоятельства. Главное, не остановиться сегодня, чтобы стать сильнее завтра. И знать, мы вместе. И это все меняет. 30 лет. Ваш Газпромбанк. Субтитры создавал DimaTorzok